Здравствуйте! Начались у нас каникулы, и я ребятам дам два диктанта, чтобы они расслаблялись у нас и тренировались свои навыки. Сегодня у нас будет диктант номер 15 и номер 16 для четвертого класса. 15-й диктант будет на резинциональности ре-мажор, по диаскопе расчертите 8 тактов и кусочек. И диктант номер 16, в канале соль-милор, 7-й диктант, 8 тактов, тут уже без кусочка. Распеваемся к этому канальу с ре-мажор для 15-го диктата. Поем даму первую. По звукам аккорда в движении будет субдоминат, это измечается только еще меньше, что септимус. Поем с пятой ступени вниз, на си, на си, как будто у нас ввезу родилась елочка. На септимус елочковая. У елочек, конечно, секс, так как она лучше, да, но здесь на септимус. Слышите эту септиму елочковую и пишите ее. Так, ну давайте теперь послушаем диктант номер 15 первый раз. Ну, не то, что мы простокуем уже где-то, давайте сейчас дирижируем. Для кого-то получился разряд, сколько много затапти? Три ноты, три восьмушки. Пишем сначала одну с хвостиком, а потом две под шляпкой. Получается у нас раз. Сейчас неправильно немножко сегалку. Диктант номер 15, контрольный раз. Ну, вот когда буду контрольный раз, чуть-чуть помедленнее сыграешь, чтобы вам было удобнее писать. Здесь он функционерный всегда. Диктант номер 15, контрольный раз. Диктант номер 15, контрольный раз. Диктант номер 15, контрольный раз. Сложновато, ведь у абсолютного слуха нет, надо бы все эти интервалы высчитывать, но постарайтесь. Диктаж номер шестнадцать. Сольный дом распрываемся. Первая мелодия, чисто вниз натуральный, по титрофону. Здесь ничего сложного из интервальных кодов не будет, единственное, помните про верхний титрофон мелодического вида. Ре, ми, бикар, па, диэс, фай. Может быть, прям шестую ступень и начало будет. Ми, бикар, па, диэс, фай. Ну, послушайте, определяем размер диктаж номер шестнадцать в первый раз. Диктаж номер шестнадцать. Ну, вот такой вот диктаж получился. Давайте сыграем его с дирижированием. Надеюсь, что вы догадались, что мы можем разобрать четыре черта. Раз, два, три, четыре. Диктаж номер шестнадцать. Что-то у меня с пунктирами. В конце у нас пунктир. А я просто играю, как красиво, непонятно. Ну, сейчас, когда как-то номер раз, выиграется играем, все правильно. Слушайте диктаж номер шестнадцать, с другой раз. Диктаж номер шестнадцать. Каждый диктант можете ставить себе еще раз семь, а мы уже идем с вами тоже. Диктант номер пятнадцать. Ре мажор. В затакте у нас три нотки. Восьмушка ля отдельно и еще две ре ми. Дальше фа четверть с точкой, ми восьмая, четыре шестнадцатых. Вот субдоминантов внутризвучий уход вниз. Дальше ми, фа, соль, восьмая, две шестнадцатых. А вот наша септима ля, си, до, фа, ре, ми, фа. И вот ре ми, фа это завершение первого предложения. Ля ре ми, это уже за такт ко второй строчке, которая пишется в четвертом такте. Ля ре ми, ну мы уже не пишем ля восьмушкой с хвостиком, потому что она связана с фа. Дальше вторая строчка. Фа, фа, ля, соль, фа, ми, ре. Четырестнадцатый, ну вы все видите, надеюсь. Си, ре, соль, фа. Это у нас субдоминантовая трезвучия ломаная. Так дальше. А вот здесь вот такие интересные интервалы, которые надо бы повысчитать. Ми, си, квинта, ля, си, квинта и септима. Вот это место может быть немножко сложное для вас, да? Дальше. До, до, ре, фа, ре. И помните, что здесь только будет восьмая с хвостиком, потому что три восьмые мы вынесли в затат. Вот мои малые орут там под дверь. Я им сказала, говорю, тихо, я записываю, все равно не могут. Ну ладно, послушаем. Диктант номер шестнадцать. Соль, минор, четыре четверти. Начинаем с третьей ступени. Си, ля, си, ри, ля. Соль, фа, диэс, не забудь им писать. Соль, ми, ре, до, ктава, до. Ры, до, си, ля, си. Шестнадцатый четверть. До, си, ля, соль, мя. И вот он кусочек мелодического вида. Ми, би, кар. Половинная фа, диэс. Половинная. Так, и второе предложение. Си, ля, си, до, ри. Пунктирный ритм. Рэ, би. Субдоминантовое трезвучие в шестом такте. До, ми, соль, ля, соль, си, ля, соль, фа, диэс, ля, ми. О, а зачем я написала второй раз фа, диэс? Смотрите, я сейчас себе сама ошибку исправлю. Здесь он совершенно не нужен, потому что он был здесь. Один раз мы пишем фа, диэс. Ой, это я так торопилась, что я и написала неправильно, да? Си, ля, соль, фа, ля. Ми, би, кар. Фа уже просто без диэза. Ми в четверть с точкой фа, диэс. Восьмушка. И соль прям целая нота в последнем такте. Так, слушаем. Музыка. 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 Вот два диктанта на каникулы. Ой, звонок на урок, а мы желаем вам удачи и мира. Пойду запускать своих малышей.